Есть всего один день в году, когда обсуждают самую трудную и в то же время прекрасную работу. Это работа быть мамой. Приближается один из самых нежных и трогательных праздников – День матери, который будет отмечаться в это воскресенье. Наша съемочная группа пообщалась с самой активной и жизнерадостной мамой Славянского района. Как ей удается справляться с двумя детьми, уделять время семье и при этом работать на кафедре математики в университете, расскажут наши корреспонденты. Приготовить завтрак, подготовить детей к садику, и в школе, погладить мужу рубашку, нарядиться самой. Так начинается каждое утро Александры Карой. Она мама двух девочек – Софии и Алисы. Быть мамой непросто, но это именно то чувство, которое называют простым словом «счастье», признается Александра. В целом, тяжело, но весело. Потому что я работаю в нашем пединституте, филиале КубГУ. Старшая дочка у меня во втором классе, младшая в садике. Соответственно, нам с папой приходится их развести утром всех по работе, в обед забрать со школы. Мы посещаем еще и кружки, то есть на спортивную гимнастику ходим. Соответственно, всех развести. Вечером, когда собираемся, тоже надо много всего успеть. Первая очередная задача – это всех накормить после трудового рабочего дня, сделать уроки, выучить стихи, подготовиться к садику. И уже после того, как уложил детей спать, можно чуть-чуть оставить время на себя. Александра всегда мечтала о работе преподавателя. Ее основная должность – старший лаборант на кафедре математики филиала Кубанского государственного университета. В четырех группах она проводит занятия и обучает студентов. Уделять время своим чадам Александре удается всегда, чем бы она ни занималась, ведь дети всегда на первом месте. Все, наверное, первое время было. Все внимание забирали, следили за тем, как они растут, как делают первые шаги, улыбаются, первые слова. Когда пошли в садик, мы стараемся не пропускать ни одного утренника, потому что для детей это очень важно. Они готовятся, учат стихи. Мы все это стараемся фиксировать, записывать, снимать на память и нам, и им потом, когда они станут мамами. Тоже будет очень приятно. Мы недавно нашли, мне моя мама сохранила рисунок, который я нарисовала, по-моему, в пять лет. Он подписан. Мне было очень приятно увидеть мое творчество. Поэтому стараемся для них тоже сохранить. Помогает с детьми и муж Александры – Виталий Карый. Он считает, что мама – это самый главный человек в жизни детей. В преддверии Дня мам я хочу поздравить свою жену за то, что она мне подарила двух дочек таких прекрасных, а также всех мам России. В общем, пожелаем им счастья, здоровья. Александра Карая помимо вышеперечисленного успевает и в общественной деятельности активно поучаствовать. Например, недавно вместе с мужем, детьми и еще двумя молодыми семьями нашего района она вернулась с Всероссийского фестиваля молодых семей, который проходил в городе Ростове. Молодым семьям из Славянского района удалось там занять второе место в номинации «Фотография». Руководитель клуба «Молодой семьи. Счастливы вместе» в Славянском районе Белла Капитанец рассказала о том, как прошла их поездка. В 2014 году на краевом конкурсе «Жить так здорово», который проходил в городе Краснодаре, клуб «Счастливы вместе» занял первое место. Вот у нас диплом есть этого фестиваля. И после этого край доверил нам такое право представлять не только Славянский район, но и весь край на Всероссийском форуме, фестивале клубов молодых семей. Этот форум впервые проходил в Ростовской области и проходил он четыре дня. Клуб «Молодой семьи. Счастливы вместе» существует в нашем районе уже три года. И за это время зарекомендовал себя как интересное молодёжное и прогрессивное сообщество. Все креативные молодёжные мероприятия в нашем районе проходят именно под эгидой этого клуба. Ещё одна активная семья, которая участвовала в фестивале – члены клуба молодых семей нашего района Дарья и Андрей Олейниковы. Эта поездка и участие в фестивале произвели на них хорошее впечатление и, в общем, принесла пользу для всей семьи. Фестиваль дал нам, очень занятым людям в своей работе, провести больше времени рядом друг с другом, уделить время своей семье. Это в первую очередь. Конечно, он ещё также нёс образовательную функцию этот форум. Были интересные семинары, которые мы, к сожалению, не все смогли посетить. Но те, которые мы посетили, это, конечно, дало свои плоды. Это было очень интересно. И есть та информация, на которую, конечно, стоит задуматься. Семья – самое главное, что есть в жизни каждого человека. И наши славянские молодые семьи это лишний раз доказали. Впечатления от поездки останутся в сердцах каждого участника. А грамота за второе место украсит стену клуба молодой семьи счастливо вместе. Тина Копачевская, Александр Косицын, Константин Монастыренко. Программа «События».